огромный привет друзья сегодня мы с вами поговорим о порядке организации хранения вещей в шкафу и в комоде мне кажется эта тема очень актуальны потому что очень часто есть такая проблема что гардероб буквально такие ломится но при этом как будто бы нечего носить я хочу поделиться своими мыслями на этот счет покажу интересные органайзеры вообще расскажу о своих правилах поддержания порядка что касается вещей и если для вас эта тема интересна то присаживаюсь поудобнее давайте будем начинать и так самое первое как по мне одно из базовых правил это то что абсолютно все вещи должны быть в зоне досягаемости и должны быть на виду потому что очень часто бывает то что мы закидываем в дальний угол шкафа об этом и просто забываем и соответственно эта вещь может быть абсолютно новой мы про нее не помним и естественно не носим если вещь не носится больше чем вот то у меня здесь простой категоричный ответ значит это вещи просто не место в моем гардеробе уже причина могут быть абсолютно разные возможно вы похудели потолстели либо просто эта вещь уже не актуально не модно вам не с чем ее носить поэтому просто нужно подумать куда ее можно продать отдать подарить дать на переработку в общем избавиться от нее и даже не придумывать какую-то дополнительную организацию что касается вновь купленных вещей у меня сейчас выработалось такое хорошее правило как только я что-то новое приношу в свой дом сразу же я отрезаю все бирки эту вещь и глажу либо развешиваю либо складываю в общем она мне просто полностью уже готова чтобы ее одеть и желательно в самое ближайшее время как раз таки эту вещь начать носить некоторое время назад я заметила что у меня в шкафу лежат вещи которые даже просто принесены из магазина в пакете с бирками в таком же мятом состоянии лежат и реально проходят месяц и я эту вещь абсолютно не одеваю но лично у меня срабатывал такой психологический фактор что у меня здесь сверток лежит там бирки эту вещь нужно гладить и так далее и естественно просто проходило время а вещь при этом оставалась абсолютно неиспользованной и новой что касается хранения вещей я предпочитаю как и многие вертикальный способ потому что это очень сильно экономит место в шкафу у меня самый обычный шкаф здесь большое расстояние между полками и плюс еще они очень-очень глубокие в них приходится просто иногда нырять но я поставила несколько коробок органайзеров пластиковые коробки куда составила вертикально все что мне нужно все что хранится именно в свернутом виде это и постельное белье и полотенце и футболки которые не нужно развешивать которые не мнутся плюс вертикального хранения предложенного мариконда не только в том что ты можешь большее количество вещей разместить грамотно на своих открытых полках но и в том что если например тебе нужна какая-то одна вещь одна конкретная футболка ты можешь ее без труда взять при этом вся стопочка не разваливается и по-прежнему в шкафу порядок что касается вещей которые висят на вешалках у меня здесь есть такой негласный принцип все мои вешалки должны быть максимально одинаковыми насколько это возможно раньше у меня висело очень много вешалок из химчисток но они очень тонкие проволочные и со временем я пришла к тому что эти вешалки нужны только для того чтобы забрать вещи из химчистки и принести ее домой потому что многие вещи портятся если постоянно на таких тонких вешалках хранить но мне очень нравилось что вешалки все одинаковые естественно на каждую вешалку приходится только одна вещь сейчас я постепенно ушла от этих одноразовых тонких проволочных вешалок и купила себе вот такие вот простые лаконичные черные у них такое мягкое покрытие типа велюра или бархата они очень удобны тем что с них вещи не слетают здесь есть такие выемки для тонких бритей либо для каких-то свитеров которые можно повесить и когда открываешь свой шкаф создается такой приятный визуальный эффект когда у тебя все вешалки не разномастные они выполнены из одного материала и вот эти ровные ряды вешалок очень сильно радует глаз перфекциониста так что если вы не пробовали возможно у вас супер разные вешалки по материалам по размерам я очень сильно советую остановиться на чем-нибудь одном я убеждена в том что порядок шкафу зависит прежде всего от организации именно внутреннего хранения вещей и поэтому я использую различные органайзеры разделители которые реально позволяют этот порядок сделать один раз всю эту систему у себя установить и при этом потом его только слегка поддерживать я использую разные органайзеры это и пластиковые контейнеры универсальные из икеи и вот такие вот тряпичные органайзеры которые кстати оказались очень очень удобными я их просто полюбила всей душой в одном вот таком вот закрывающимся серым варианте у меня хранится белье мне его не так много и сюда все прекрасно поместилось плюс мне нравится что можно закрывать это все выглядит очень даже эстетично и как бы так не видно что там внутри лежит потому что здесь есть вот такая вот крышка для того чтобы приучать ребенка к порядку не только в игрушках но и своих личных вещах у меня появились вот такие вот органайзеры для комода где хранятся именно детские вещи выдвижной ящик поставили вот эти три органайзера в одном хранятся трусики также вертикально поскольку здесь есть дополнительные разделители даже малыш может справиться с тем чтобы то что ему нужно сегодня по настроению достать и собственно одеть мне нравятся эти органайзеры чисто эстетически потому что они базового серого цвета и они очень удачные по своему размеру и плюс они такие достаточно низкие подойдут даже в какой-то небольшой выдвижной ящик в боксе где ячейки мы с ребенком вместе решили что будем там хранить его носочки поскольку это детские вещи они часто очень яркие но это действительно очень удобно потому что малыш сам может открыть выбрать любые носки сначала он их просто считал ему очень нравилось это математическая система с ячейками теперь просто выбирает то что ему нужно и даже после стирки помогает мне каждый носочек каждую пару складывать по домикам и третье универсальный органайзер он у меня для детских футболок здесь тоже их большое количество помещается лично мне удобно когда например две ячейки или полторы полностью свободны я всегда знаю что там есть место это на случай вещей которые в данный момент стираются очень классным универсальным изобретением поистине считаю телескопические направляющие во всех их проявлениях это быстрый простой очень удобный способ организовать пространство любых полок любого шкафа сделать дополнительную штангу если она вам нужна если вам нужно что-то дополнительное развесить плюс это делается очень быстро без всякого сверления просто выкручиваете на нужную длину и вуаля у вас готово дополнительное место для хранения я эти направляющие активно использую не только для организации вещей но и также на кухне везде и в прихожей но если мы говорим о внутреннем пространстве шкафа то этими палочками также можно сделать дополнительную полку если например у вас как у меня очень большое расстояние между полками и она просто пропадает чтобы не делать там какие-то дополнительные коробки не сверлить не заказывать новые полки можно обойтись таким лайтовым способом но при этом пространство будет гораздо более функционально поскольку эти направляющие разные по длине они регулируются можно использовать их как горизонтально так и вертикально в качестве разделителей также не могу с вами поделиться из последнего у меня появился очень удачный на мой взгляд органайзер он выполнен из флока такого нежно-серого универсального цвета его можно использовать абсолютно по-разному здесь сзади есть крепление также можно закрепить на телескопические направляющие на какие-то трубы куда можно приделать либо просто как кармашек на кровать использовать мне кажется что это очень удобно потому что если например у вас ребенок вы можете в эти кармашки положить его какие-то нужные игрушки книжки в воду на ночь планшет вроде бы это все что нужно в ближайшем доступе для ребенка но при этом если вы любите организованное пространство то это как раз таки тот случай когда все нужные вещи концентрируются в одном месте также если вы стремитесь тому чтобы ваш гардероб был идеальным и пространство было организовано грамотно естественно нужно периодически проводить ревизию всех ваших вещей и вообще это очень полезно осматривать все чем ты владеешь чтобы просто вспоминать насколько у тебя много или мало вещей возможно чего тебе не хватает составлять список я делаю примерно раз в месяц такую ревизию осматриваю вещи при дневном свете если там появляются новые какие-то катышки которые уже нельзя убрать либо затяжки либо пятна которые не выводятся естественно в этот самый момент эти вещи своего гардероба я убираю уже насовсем еще важный на мой взгляд пункт это хранение вещей которые данный момент являются они сезонными и сюда же я хочу отнести детские вещи например которые на вырос либо вещи из которых ребенок наоборот уже вырос но вы пока что не знаете куда их пристроить в этом случае если у вас не отдельная гардеробная комната а просто обычный шкаф я например использую такие вот универсальные сумки органайзеры которые если вам не нужны вообще очень компактные можно их аккуратно сложить много места они не займут удобно что здесь есть прозрачная вставка и всегда видно что внутри этих органайзеров лежит можно хранить эти вещи на антресоли или где-то в ящике кровати но конечно важно понимать что все-таки доступ адекватный должен быть чтобы вы все-таки не забывали что за вещи там хранятся и вовремя их использовали еще важно при формировании гардероба определиться со своим стилем в одежде и вообще со своим стилем в жизни например если вы постоянно носите джинсы и это для вас реально must have нужно понимать что под них понадобится большее место потому что вы носите их через день и каждый день чем например под платье которых у вас пару штук и которые вы одеваете только по праздникам и подытожив мне бы хотелось отметить что важно не количество вещей которым ты владеешь а именно продуманность вашего гардероба насколько вы осознанно покупаете вещи покупаете ли вы как-то импульсивные либо вы идете в магазин с четким пониманием того что вам нужно и как вы умеете эти вещи сочетать между собой составлять комплект и делать какие-то креативные необычные образы здесь конечно каждый человек выбирает сам для себя что ему ближе но то как мы выглядим то как мы себя ощущаем в той или иной одежде это действительно показатель нашего стиля жизни нашего образа мысли и вообще в целом нашего восприятия этого мира и это было все чем я хотела сегодня с вами поделиться надеюсь что в какой-то степени была полезной для вас все что вы думаете по этому всему огромному поводу организации хранения вещей пожалуйста оставляйте внизу в комментариях я с удовольствием все читаю и желаю вам по-прежнему потрясающего летнего настроения и пока пока и и и и и и и и